Микс Ньюс У нас в гостях профессор коммуникации высшей школы Турима, экс-глава национального совета по электронным СМИ Айнарс Диман. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы будем говорить сегодня о том назначении, которое вызвало такой небывалый резонанс, в том числе и в соцсетях, и в обществе, среди журналистов. Сейчас уже известно, что журналисты требуют пересмотреть итоги конкурса. В общем, тот скандал, о котором вы тоже знаете, уважаемые радиослушатели, был назначен глава латвийского телевидения, и это, в общем-то, не журналист. Вот у меня почему-то такое ощущение, что, может быть, наши слушатели в меньшей степени, допустим, заинтересованы в выяснении деталей всех этих обстоятельств. Но, тем не менее, попробуйте представить, как может измениться латвийское телевидение, и что может вообще, ну, как вот фигура главного человека, руководителя может повлиять на содержание СМИ. Господин Диманс, вот вы, как я уже сказала, вы были во главе Национального совета по электронным СМИ. Вас удивило это решение, принятое вашими... С точки зрения профессионального, конечно, очень удивило это решение, скандально, я бы сказал, потому что проблема не в том, что он не журналист, главная проблема в том, что во главе, можно сказать, самого большого медиапредприятия по обороту и так далее, по влиянию в Латвии поставлен человек, который вообще не имеет никакого опыта в этой отрасли, даже как потребитель медиа, если судить по интервью, особенно общественных масс-медиа, никакие позитивные качества не показывает новый председатель. Так что здесь, видимо, сработала формула, что надо выдвинуть самого большого кретина, как сказал один из наших олигархов, который сейчас спокойно живет, господин Андрес Чайло. И, значит, здесь только две причины могут быть, или глупость, или саботаж. А если с этой точки, вот последнее, посмотреть, то здесь есть определенная закономерность, почему не надо удивляться об этом решении, потому что с самого начала, видимо, этот состав, состав Национального совета по электронным СМИ выполняет, видимо, заказ или наказ своих избирателей, то есть в предыдущем САИМе, большинство предыдущего парламента, которое избрало этот состав. Почему я об этом говорю? Потому что все показатели ведут к такому суждению. Например, посмотрите, уже один из первых шагов этого совета было освободить членов предыдущего правления Латвийского района. Даже только несколько месяцев до конца срока обязательно надо было это сделать. Всех убрать, да? Всех убрать, которые были поставлены предыдущим советом. И такая же политика, такая же линия, она и здесь, в этом случае, перед Новым годом, как мы можем помнить, здесь было принято абсолютно неаргументированное решение, потому что был использован закон о, как это будет, по управлению. Капитан Сабинри, по управлению. Закон о управлении государственными предприятиями, можно сказать, который действительно в части касается Национального совета по электронным СМИ, потому что по отношению к латвийскому телевидению, отношению к латвийскому радио, этот совет является советом предприятия. И, значит, в этом законе записано, что можно высказать недоверие без никакой аргументации, что и было сделано в обоих случаях. Притом, в случае латвийского радио, это произошло в двух спектаклях, как мы помним. Здесь пока один спектакль был перед Новым годом. Я еще раз повторяю, не выдерживает критику те аргументы, которые были в публичной сфере использованы со стороны Совета. Почему надо было освободить господина Ивана Сабелта от должности и господина Сергея, Сергея, сейчас забыл фамилию. Да, на Н как-то тоже забыл. Да, который член правления, который отвечал за развитие программы. Вспомним еще его имя. И, значит, здесь вот следующий шаг. Сергей Нестеров, да. Да, Нестеров. Вот следующий шаг поставлен лучше кандидат, который лучше, конечно, но это, видимо, это юмор. Юмор, потому что он не выдерживает ни сравнения с господином Белта, которого убрали практически без аргументов. И при том, он даже не выдерживает конкурс с другими претендентами конкурса. И здесь, видимо, будет еще суд, что он не выдерживает сравнения с другими претендентами на пост председателя управления. Например, Генс Митилсон, который работал советником предыдущего управления, и поэтому, видимо, он тоже в глазах этого совета не выдерживает критерий. Но таких критериев нет в этом, как он называется, новой положении конкурса. Так что здесь, видимо, да, и главное даже, третье, это то, что критерии конкурса и критерии закона, в котором записано, что все-таки член управления общественного СМИ должен иметь пять лет опыта в медиа сфере или в руководстве предприятий не выдерживает. Ну, а как так можно вокруг конкурса? Ну, вот а как это можно? Вот я и говорю, глупость или саботаж. Мы можем поговорить с глупостью. Глупость, она вот неизмерима, как мы знаем. А то, она может повлиять на это решение. И здесь вот поставлен рекорд глупости и этого совета, извините, пусть они меня извинят. Я даже не так сурово критикую господина Энерса Гейлса, который оказался в этой ситуации, да, а вот совет, который мог избрать, он показал полную некомпетентность, полную некомпетентность. Кому это нужно? Это как можно и по закону, и вы знаете, коммерческому закону, и по гражданскому закону. Они представляют хозяев этого предприятия, то есть нас, и этот хозяин, должен быть кретенс, он рупикс, как мы будем сказать по-русски. Серьезный и заботливый. заботливый об этом предприятии. В чем здесь забота? Здесь саботаж. И, конечно, при том, мы все время любим говорить, и особенно в нашей политике, об информационной войне и так далее. Вот. Может быть, это он будет отстаивать гражданскую позицию. Вот. И я хочу ответить и вам, что я думаю, что ваших слушателей, вот, это очень касается, потому что у господина Белте, у господина Нестерова была определенная позиция насчет развития латвийского телевидения также на русском языке. Да, ладно. Особенно в интернете и так далее. А здесь абсолютно у этого нового председателя, который должен начать работу 15 апреля, вообще никакой ясности нет. Не только насчет развития программ на русском языке, но и насчет развития вообще латвийского телевидения. Ну, я вообще, я возмущен, как вы понимаете, как профессионал, как ученый, как гражданин. Поэтому можешь ты не быть а гражданином, быть обязан. Вот этот наказ я хочу дать настоящему совету. Я огорчен, это мягко говоря. Кроме наказа, все-таки, да, вот вы возмущены, это слышно, и многие возмущены, это видно. Кто тогда может повлиять на это решение? Простите, я не видела никаких протестов по поводу Белта со стороны работников общественного телевидения. Где они были, когда его снимали тихо, под шумом? Защита скорее. Где они? Где их выступили? Ну, хорошо, ладно. Ассоциация журналистов выступала. Ну, это очень невыразительно. Да, но сейчас они начали все-таки, сейчас вот последние дни предыдущей недели вот как раз работники начали очень активно в социальных сетях, особенно Твиттере. Я думаю, что если это решение не будет изменено Советом, потому что только сам Совет может изменить это. То есть на Совет вообще никто не может повлиять? Да, вот сам Совет может изменить свое решение. Например, можно сказать, что новые какие-то обстоятельства им открылись или что-то такое. Пусть они сами разъясняют, как, но в принципе это возможно. И я думаю, что это было бы хорошим, более-менее хорошим решением. Другое решение, конечно, это то, что, ну это более длительное решение, что уже в подготовке в парламенте новый закон об общественных медиа, и там будет уже новый Совет. Но это решение по крайней мере через год, не раньше, да, не раньше, да. То есть новый Совет, который будет специально для общественных медиа только, он перенимает функции, вот те функции, которые касаются руководства, руководства, руководства общественными СМИ, надзора в таком плане, что разработка, разработка общественного заказа и так далее, это все тогда должно перейти, в этом есть консенс в парламенте, это все должно перейти в компетенцию нового Совета. Ну, тогда, конечно, эти люди, которые сейчас избраны, остаются на своих местах в настоящем Совете, а другие люди уже принимают решение. Но что будет с латвийским телевидением сейчас, когда вот как раз новый закон разрабатывается, который очень касается интересов латвийского телевидения, идет речь в том числе о возможном объединении в этом контексте латвийского телевидения с латвийским радио. Очень многие другие вопросы, дигитализация и так далее, если мы таким образом выбираем, это игра с огнем вообще, самым большим, я еще раз повторяю, медиапредприятием в нашей стране, абсолютно непрофессионально, некомпетентно, я еще раз повторяю, саботаж. Айнерс, я вам сделал слишком крепкий кофе. У нас на аппарате есть добавить зерен, я вам добавил все, и еще добавил миллилитров. Это давление на прессу. Может ли государственная СМИ быть независимым от государства в своей гражданской позиции, в своих ощущениях, говорить правду, что такое плохо, что такое хорошо. любое общественное СМИ, которое основано государством, вы правду говорите, что основано государством, это не является государственным в каком плане, в том плане, что все-таки финансирование должно быть независимым, в этом случае у нас нет такого, конечно, в случае латвийского телевидения, латвийского радио, об этом идет разговор, что по крайней мере литовский вариант был бы гораздо лучше и достаточным, что процент налогов, который автоматически идет в объединенное литовское общественное медиа, и телевидение, и радио, и интернет. Это было бы конечно первым решением. И тогда специальный налог практически, или как мы называем, нодово, пошлина, налог в принципе тогда. Это тоже такое решение, как BBC в Англии и так далее, в Германии. И второе, что очень важно, чтобы была редакционная независимость. Вы влияли на нее, на эту редакционную? Нет, мы не но я точно знаю, что мы выбирали профессионалов и не обязательно журналистов, но медиапрофессионалов для развития этих общественных СМИ. В этом случае я этого не вижу. Я вижу такие игры, как мы говорим, детские игры в этой смешку остыть. Да, это действительно. Я думаю, что здесь даже больше глупости, чем саботажа. Но результат глупости саботажа. Здесь все важно. И притом здесь действительно такая очень честная эмоциональная позиция. Мы наш новый мир построим. Какие вы знаете. все что было сделано предыдущим советом, все надо убрать, потому что их вина в том, господин Абелте, что он слишком независимый. Вот как раз мы приходим к тому, что должна быть редакционная независимость, в том числе это гарантируется как раз структурально и в том числе правлением, которое не вмешивается редакционная деятельность. Только разработка общественного заказа, конечно, в правлении участвовать, выборы кадров и так далее. Но как это делает нормальным коммерческим медиапредприятиям тоже руководством, но не вмешиваются повседневные редакционные решения, которые делегированы как раз редакциям и руководству редакции. Но тогда нужно понять, какой будет выбор у национального идеи. И здесь, конечно, можно строить разные теории, как это созвали с Тейбусом. Ну да, заговора. Заговора, что в принципе это выгодно, такие решения выгодны, конечно, и коммерческим частным медиа, потому что мы знаем, даже если отвертское телевидение уходит из рекламного рынка, который тоже нужно подготавливать новому руководству сейчас, то есть все равно будет борьба за, как мы говорим, за внимание зрителей, за внимание аудитории, потому что вы не можете смотреть сразу два канала вместе по телевидению. Это невозможно физически. Все равно будет это соревнование и конкуренция. И, конечно, мы это видели уже с начала 90-х годов, что довольно сильное лобби коммерческих телевидений, чтобы латвийское телевидение не развивалось. Потому что если латвийское телевидение развивается, это вот то, что происходит с 19-го года. И в прошлом году мы получили результаты. Первый раз в этом столетии латвийское телевидение стало номером один по рейтингам всех национальных телевидений латвий. А за этот результат господина Белте надо было убрать. Конечно, с точки зрения коммерческих каналов. Господин Диманс. Сколько кофе, да? Да, профессор коммуникации у нас в студии из высшей школы Тури Баайнерс Диманс. Он бывший глава совета по электронным СМИ. Если есть вопросы у вас, пожалуйста, задавайте. 672-12-939 и 672-13-939. Не связано ли то, что вы говорите, рейтинг вот этот? Просто со столетиям. Очень много было программ, посвященных столетию, которые, естественно, многие смотрели. Профинансировали. Латвийское телевидение к этому результату шло постепенно. Я говорю, с 19-го года есть данные, в том числе и насчет доверия латвийскому телевидению, насчет обмеренного удовлетворения. Были опросы. Я помню с времен моей деятельности и так же позже. И просто здесь такой нормальный, абсолютно закономерный результат. То, что мы говорим в теории коммуникации, что доверие, доверие – это самый главный капитал. Кредибилити, как это перевести? Не трасс, а кредибилити. Да. Кредибилити – это главный капитал любого медиа. И вместе с доверием росло… Кредит доверия, да. Да, и рейтинг вырос. И мы видим, что не только по развлечению есть там сериалы и так далее, при том развлечения с добавленной стоимостью, как сказать, образовательной и так далее, культурной, но и документальные, информационно-документальные передачи стали сильнее на время этого предыдущего управления. У нас звонок. Наживайте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, слушаю вашего гостя и начинаю вспоминать, когда он руководил этим советом и приходил. Абсолютно два разных человека. Абсолютно два разных человека. Я вот знаю, много раз слышу, это по телевидению, по радио, что как только уходят люди в отставку, там по разного рода причинам, неважно, по возрасту или по выслуге или еще, они начинают говорить, их откровение стоит того, чтобы хоть обратно сходить на те должности, которые они до этого были. Я поздравляю господина Димонса с эволюцией, честное слово. Все у вас? Или вопрос был какой-то? Ну ясно, ладно. Спасибо, но я скажу, что я всегда, в принципе, я пригласил господина Белта, лично звонил ему участвовать в конкурсе в свое время, и я все время его поддерживал. Вы его с первого балтийского канала утащили, да? Получается? Ну он уже был в Украине тогда, когда я ему звонил. Он уже ушел тогда с балтийского канала, да? Здесь вот была активная позиция. конечно, господин прав в том, что академические силы, мы можем более откровенно высказаться, чем те, которые... Более свободно, Но я всегда и тогда говорил, что мы являлись, к сожалению, заложниками большинства парламентов, тот состав совета, в котором я работал, когда поменялся состав парламента, меня тоже убрали, но это как раз указывало на том, что надо менять закон, и при том, что мы были политически независимыми. Если мы были бы зависимыми, тогда нас не убрали бы, и меня конкретно только одного убрали. Хотели всех, помните, это было, по-моему, 15-й год, да? Или 16-й? Помним, не помним год, но помним, как убирали. Это 16-й? По-моему, 15-й год. Господин Диманс. 15-й год был, и, значит, шел 15-й год, и хотели убрать весь совет, но убрали только председателя. Голову убрали, да? все не хотела. Но суд поставил обратно, вы помните, через полгода, вот в конце 15-го года еще целый год я проработал целый 16-й год. И только поэтому продолжили мы срок господину Белте, потому что у него заканчивался срок как раз в начале 16-го года, поэтому и надо было меня убрать, чтобы поменять состав избирателя и правления в латвийском диване. Так что здесь идет абсолютно конкретная линия, которая уже... Политическая. И вот я и начал с этого... Политическая. Да, что все, конечно, начинается с наказа избирателей. Это, конечно, все согласовывается с избирателями в данном случае в парламенте. Так или иначе действует... Но не с большинством. И сейчас этот совет, видимо, понял, я выдвигаю гипотез, конечно, что у них нет большинства в этом парламенте, но у них есть определенная автономия, законом представлено, что они принимают решение, и поэтому они используют еще последние возможности. Не надо было, значит, проработать господину Белте до конца, потому что тогда будет уже другой совет, а сейчас надо было его поменять. Но это все очень понятно и просто. Это не потому убрали господина Белте, чтобы поставить там Энерса Белса. А главное надо было убрать господина Белте. Надо убрать сильное руководство, независимое руководство общественного СМИ, потому что сильное руководство невыгодно, невыгодно, во-первых, и даже политикам, которые краткосрочно очень часто думают, но, в принципе, в дальнейшей перспективе, конечно, это было бы понятно, выгодно и для них, и для коммерческих, и так далее. Но я еще раз повторю, мы можем здесь много говорить насчет причин, я в жизни привык по результатам судить. Хорошо. И результаты это саботаж. Саботаж. Что будет? Окей, подожди. Я хочу спросить. Здоровый коллектив, нормальный здоровый коллектив, сам по себе не потерпит такого руководителя, который просто, ну, не сможет ничего там делать. Он его просто вытеснит любым способом. Будут увольняться профессионалы, или там еще каким-то способом. Здесь закономерный вопрос по этому, кто будет руководить латвийским телевизором. Это понятно, что господин Гейлс не будет руководить. Он не сможет. То есть уже с 15 апреля он не заступит уже? вы правильно говорите, что если заступит, то он практически руководить не сможет. А вопрос как раз следующий, а кто будет и кто хочет использовать эту ситуацию? Вот это мы как раз и увидим. Претендовали же еще люди? Я думаю, что там есть и наказ, и заказ, и конкретные планы, как эту ситуацию использовать. Господин Димонс, кто из тех, кто претендовал вам понравился кандидатам? Ну, я не очень там вник, но я знаю, что были более сильные кандидаты. Даже если говорить, мы помним, об этом читали в медиа, что по отношению господинной, фу, госпожи Югневич Югневича, или Югневича, там все-таки голоса членов совета разошлись, или как мы говорим, разделились, 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 так что, например, она даже по опыту, можно сказать, ну, там все видно, нет опыта в медиа сфере, но опыт руководства гораздо больше, чем господина Гейлса. Еще раз я упомянул Гейнс Митилсонс, который тоже оказался в последнем туре, который имеет опыт уже прокурориста латвийского телевидения. Он работал перед господином Белта, когда Эдгар Скотт написал заявление об уходе. Перед конкурсом господин Гейнс Митилсонс руководил уже латвийским телевидением, потом он работал советником предыдущего управления латвийского телевидения. Как раз по вопросам дигитализации, по вопросам технологического развития, в которых нет опыта у госпожи Эвы Юхневича. Эвы Юхневича. Так что там бились кандидаты сильные. Абсолютно не выдерживает критику такие заявления членов совета, руководства совета, что не было более сильных кандидатов и поэтому мы избрали того, которого могли. Если даже так было, их обязанность заканчивать конкурс в этом разделе без результата и объявить новый конкурс. Я думаю, что так и будет. Я надеюсь, я бы сказал эту надежду, что это было бы я думаю неглупим решением и для этого совета. Потому что у них все таки все время тоже растет и давление со стороны вы говорите работников латвийского деревни. Они же должны отвечать за развитие этого предприятия как совет тоже. И со стороны политиков тоже, которые спрашивают насчет я в этом полностью поддерживаю коллег в парламенте. Что я сейчас должен сказать что я тоже вступил в политическую партию и моя партия движения за тоже интересуется как раз юридическими аспектами выдвижения этого нового руководства в отверско-тюлине. И совет должен выполнять закон. И вы знаете что ассоциация журналистов даже уже в генпрокуратуру заявление написала, если будет сейчас такое решение генпрокуратуры что здесь закон не выполнен об этом говорит уже как у нас называется пара 40 координаций центров которые отвечают как раз за выбор правления государственных предприятий они уже сразу сказали что закон здесь не выполнен то значит надо возвращаться к решению о том что конкурс должен все таки биться видимо заново и в рамках закона иначе аргументация по поводу невыбора госпожи Юхневича вас как вы отнеслись к ней она не может руководить потому что по ней будут двое мужчин подчинение как там было я вообще это не хочу комментировать потому что я считаю такие заявления серьезными вообще и опять таки некомпетентными и непрофессиональными это только показывает уровень уровень мышления уровень принятия решения а вот здесь мы должны возвращать кто избрал этот совет о чем говорит этот результат о нашем о нашем парламенте о предыдущем парламенте о большинстве предыдущего парламента я оставлю это без комментариев я думаю это всем видно уровень ответственности практически нуль да еще вот вопрос вы знаете и можете немножко предвидеть что будет что будет с ЛТВ 7 с русским вещанием вы немножко уже сказали в начале что есть видение концепция была во всяком случае и Веробелта но сколько мы не говорили здесь допустим так же в общем никто никакие очертания не обозначал включая и Веробелта он тоже достаточно расплывчато это комментировал надо сказать прямо у нас есть одна партия которая все время правительства называется национальное объединение они теряют рейтинги которая все время в этом в этой коалиции блокирует любые решения насчет развития программ на русском языке в общественных медиа у них есть министр культуры как мы знаем у них было руководство было предыдущей ответственной комиссии парламента спикер парламент по сплочению общества нет по общественным делам и правам человека это является ответственной комиссией насчет медиа и общественных медиа парламента сейчас ситуация после выборов поменялась конечно но все равно они правительства там еще я считаю в отчасти по крайней мере подпевает новая консервативная партия по крайней мере у них нет ясной позиции в этом вопросе так что пока я вижу что очень прямо насчет развития вещаний также на русском языке общественные медиа говорит только одно обедение это развитие за ответственной парламент это записано в программе если вы посмотрите на выборы саймы и так далее другие партии вот расплывчата и при том вы знаете что любое руководство латвийского телевидения зависит от бюджета который принимается в парламенте у нас поэтому я и начал с финансового аспекта если не будут средства выделены для развития программ на русском языке также не будет и никакой более точной позиции руководства латвийского телевидения когда они начали более прямо говорить тогда они видели что меня как раз один из пунктов моего коллега не заметил который звонил что меня видимо все таки убрали будем прямо сказать из-за желания развивать третью программу латвийского телевидения на русском языке в котором мы выступали решение которое никогда не было отменено даже этим советом они просто активно это не продвигают потому что они видят что это решение блокируется коалиция и конкретно одной партии я еще раз повторяю все очень просто когда когда латышские журналисты вступятся за русских журналистов простите за провокацию но это же делается все я думаю что сейчас они бы более-менее сплотились уже в латвийском телевидении конечно надо идти дальше но мы видим что там как раз вместе выступают и латышкоязычные и русскоязычные журналисты тоже участвуют и они все в одной лодке вообще здесь я считаю так в данном случае это видно и в частных медиа и в том числе ваша передача об этом говорит что здесь сплотились уже журналисты не только общественные медиа но и вообще понимают что от качества общественных медиа независимости общественных медиа очень зависит вся среда медиа среда в Латвии и поэтому мы должны сплотиться поэтому я поздравляю ассоциации журналистов которые очень активно я вас приглашаю туда спасибо потому что вы тоже один из качественных медиа качественных как раз радиостанций Латвии и все вот журналисты которые выступают за независимое и качественное развитие медиа в Латвии они должны все таки сплотиться бороться вместе как раньше говорилось что вот этих тарвот бедрый баз не имеют спекса в профсоюзах сила работа работников да в данном случае профессиональная организация журналистов я не говорю сейчас о союзе журналистов которые вообще где-то в подполье работают и черт знает с чем занимается я говорю о ассоциации журналистов которые активную позицию занимают у которой есть кодекс этики и при том он работает потому что его задействуют когда есть жалобы ну какой кодекс там все просто говорить что важно говорить что плохо говорить что хорошо говорить правду и передавать эти вот точные ощущения жизни и чувства а эти политические тренды то что если там Россия то это значит как страшный кремль и так далее то что если здесь русские то они смотрят только русское телевидение я еще проще скажу обычно говорят что журналист это вторая самая самая старая профессия просто не надо стать первой и тогда все будет так первая занята что делать да ну есть люди есть коллеги которые все таки как-то умудряются и стараются в этом направлении у нас звонок еще есть или просто жизнь такая у них но все таки надо выбирать позицию наушники пожалуйста да попробуем здравствуйте слушаем вас доброе утро доброе утро вот в интернете был опрос по поводу судьбы памятника были одни за други против но это пошло в парламент закон да да поняли а памятником освободите а почему бы не инициировать опрос населения ведь если это может пойти в закон а то получается что вы там вверху чего-то выясняете а мы все вроде как за бортом получаемся почему бы не инициировать опрос в интернете спасибо спасибо народ подключить да ну это насчет памятника я лично считаю что он должен оставаться но к теме я думаю что очень важно все таки понять что в любой стране где в европейской стране где есть общественные медиа они ориентируются так же вот на этнические меньшинства это вообще включается в миссию любого общественного СМИ так что здесь абсолютно ясно даже без опросов но такие опросы тоже нужны и они между прочим я знаю латуйская радио латуйская телевидение опрашивает в том числе и так сказать русскоязычная аудитория опросы тоже нужны но абсолютно ясно без дискуссий что должны быть программы на русском языке на польском языке так же но особенно если такая потребность есть да видим что это большое меньшинство действительно есть потребности как вы говорите есть возможности развития качественных программ это нужно сделать может быть через 25 лет уже будет другое содержание и так далее но если быть реалистами если посмотреть на другие страны даже в Австралии только два года тому три может быть назад закрыли закрыли передачу на латышком языке австралийском австралийском общественном радио там не было целой программы но были передачи на латышком языке пока были люди которые хотели там работать и могли там работать и были слушатели это общественное медиа поддерживало такие передачи тем более в Латвии на русском языке хорошо айгейлсу удастся запугать коллектив он же объявил о том что совершит внутренний аудит понять возможности оптимизации это любимое слово коллектива я лично здесь не являюсь оптимистом и отчасти не согласен с вашей коллегой в принципе если активный я трудно сказать идиот если так можно высказаться приходит он может очень много вреда сделать в том числе вот то что вы говорите просто уволнение людей уволнение журналистов и так далее мы же видели отчасти такие процессы вот когда пришли новые владельцы в газете ДН там конечно частное предприятие но все равно это вот как раз такой пример когда независимый голос был выключен был выключен и мы масштабы другие согласитесь масштабы другие масштабы другие я согласен я в этом и начал что это самое большое медиа предприятие ну вот и проверим все таки здоровый коллектив латвийском телевидении и как у нас общество поможет или нет то что вот слушательница задала что здесь вопрос мы должны тоже как слушатели как зрители как пользователи латвийских заступиться общественных меди тоже заступиться потому что там я помню из этого когнационного как он называется межведомственного когнационного центра говорили что по коммерческому закону и так далее что должны быть те пострадавшие якобы пострадавшие только те участники конкурса которые пострадали нет мы все будем пострадавшими потому что и поэтому мы должны должны если не обратиться в суд то по крайней мере действительно высказаться высказаться и при том вот то что я делаю именно как это будет скали громко громко высказать чтобы наш голос был услышан господин Димонс ваш голос точно услышан сегодня ваш голос разбудил всех надеюсь что действительно ваши аргументы которые вы привели они будут понятны и нашей аудитории в том числе и они не останутся безразличны если можно еще одно предложение я был уже второй спектакль начался уже в начале года если помните были заседания в парламенте там ответственных комиссий и комиссии и подкомиссии в начале января и потом когда был принят принято положение о конкурсе и что обещали члены публично совета по национальным СМИ что представитель из ЭБУ европейской организации общественных медиа будет привлечен в этот конкурс а где где результаты как наблюдатель да как наблюдателя никого там не было никого даже те члены комиссии по номинации они не имели права голоса только они имели право там как это называется новая рота наблюдателя и подом советника это тоже не соответствует закону между прочим все мы на этом заканчиваем у нас был в гостях профессор коммуникации высшей школы туре бэкс глава национального совета по электронным СМИ спасибо до свидания ям Продолжение следует...